Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как изменить открытие ссылок на другой браузер, открывать их другим браузером. Ну, у меня возникла такая проблема. Я вдруг неожиданно, непонятно по какой причине, вдруг ссылки в скайпе стали открываться через веб-браузер Microsoft Эдги. Вот, это не очень удобно. Все остальные ссылки через Google открывались, а скайп выбрал такой браузер. Вот, как решить эту проблему? Как я ее решила? Очень просто. К сожалению, сейчас не могу вам показать, что ссылка в скайпе открывается через Microsoft Эдги, поскольку я исправила эту проблему. Ну, поверьте на слово. Сейчас у меня ссылки в скайпе открываются через Google. Вот, если мы возьмем какую-то ссылку, ссылочку, так, 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 вот скажем, ссылочка, то она открывается, как мы видим через Google. Кстати, очень интересный сайт создания AI генератора картинок. Так, итак, что же мы делаем? Заходим в пуск. Это один из вариантов открытия этой панели. Может быть, вы найдете другой способ. Пуск. Далее панель управления. Программы по умолчанию. Далее заходим в верхнюю строку задания программ по умолчанию. И открываются приложения по умолчанию. Смотрим, что у нас какие-то самое здесь иконочки есть. И находим веб-браузер. Вот он, веб-браузер. Вот сейчас у меня исправленный стоит Google Chrome. Если мы нажмем на эту картинку, то мы видим. Выберите приложение, да? Вот изначально у меня проблема появилась. В этой иконке стоял Microsoft Эдги. То есть вы можете установить любой браузер по умолчанию, и Send, браузеры Firefox, и Google Explorer и так далее. Значит, вам нужно только лишь нажать на тот браузер, который вы хотите сделать браузером по умолчанию. Нажимаете, допустим, на Google, и вот он у вас появляется. Вот и все. Остается только одно. Обязательно перезагрузить компьютер, иначе изменения не вступят в силу. Итак, мы все закрываем и делаем перезагрузку компьютера. Это обязательно. Вот и все. Теперь, как вы видели, ссылочки открываются у меня через Google. Удачи вам! Всего доброго! С вами была Марина Петрова. До новых встреч!